Инвестиционные консультируют очень перспективные, очень интересные, за ним будущее. Естественно, такой аналитический отдел нужен. На сегодня он, на самом деле, пока не бывает, что ругается для тройки, но у них очень большое будущее. И они над этим работают. Но я чувствую, что у них пошло головокружение от успехов. Надо с ними позаниматься, чтобы они четко представили, что без достаточной скромности мы не сможем достичь намеченных результатов. С другой стороны, я понимаю, что блогеры тоже оказались без внимания достаточно со стороны меня. Это вина моего упущения. Они работали последний год в заключительной напряженной обстановке. У них было много секретных ситуаций. И, естественно, вовремя мне коллективовать их поведение, кого-то дополнительно отправить в отпуск. Придумать другие возможные варианты релаксации и так далее. К сожалению, вот из-за того, что есть очень много на времени на моих поездках, я этот момент упустил. Я хотел бы еще сказать такую вещь, что, собственно говоря, аналитика-аналитика, но есть очень интересный книга «Чего намерить» Масима Талеба, известного очень брокера, который сделал самосредственно деньги как раз последние на кризисе. И он говорит о том, что вся эта аналитика, конечно, великолепна, но иногда берутся случаи крайне редкие, и вот этот крайний случай застреливает. Почему? Потому что тогда получается колоссальный выигрыш. Поэтому вопросы аналитики и брокерства – это как бы две стороны одного процесса, и был бы идеальный вариант, если поймут аналитики активно. Я вижу свое упустение, и, на мой взгляд, надо будет сейчас провести какие-то совместные кризисы по созданию группы. Я вижу то, что есть группа аналитиков, то есть люди уже сформировались в виде группы, тогда аналитикам объясняют, что они понимают, что есть группа, по-моему, которая сформировалась как группа именно. А вот общей группы нет. Моя задача – сделать общую группу, где общая команда была бы единой из аналитиков и уроков, и тогда, по системе команды образования, мы могли бы, конечно, результаты получить существенно выше. Если у нас на сегодня идет некое, скажем, амбитивное сложение в тумировании наших успехов, когда группа отдельно, причем группа аналитиков, она имеет большую перспективу, но на сегодня ее вклад маленький. Группа аналитиков имеет примерно одну и ту же перспективу, одна и ту же прибыльность, но она в условии, и она на сегодня обеспечивает работу и жизнь компании. Вот я хотел бы, чтобы вот это взаимодействие было эффективным, и это привело к эффекту републикации, как иногда, в эти 7 дней. Поэтому мы сейчас на основное время провести специальные семена, организовать какие-то курсы. Я слышу, что в Бусибирске есть специалист в этой области, социолог, психолог, то есть мы хотим пригласить на эти семена, чтобы он провел такой обучающий семена с нашей компанией. Это доцент кафедры социологии, доцент Крукс, по-моему, я не помню сейчас, но я, в общем, мне посоветую такого специалиста пригласить, чтобы он провел с нами с нашей командой тренинг. Я на днях, когда вы провели 10 минут на съезд, с приглашением провести такой тренинг, там, трех нервных и так далее. Мы поняли вас, в целях экономии времени разрешите я приюду вас. Возможно, я половину не услышала из-за связи. Я поняла, что вы настроены провести тренинг с обоими командами. Правильно я поняла, да? Одной командой, одна команда общая. Одна команда, цель одна.